Девочки-близняшки, сёстры Потоцкие вместе уже 15 лет. Всю свою жизнь. Но даже несмотря на совместное проживание, есть факты, которые они не знают друг о друге. Новые близняшкам открывается, когда речь заходит о спорте. Футбол смотреть. Ну, иногда смотреть. Потом хоккей. Ну и всё. Нет, валибол сейчас смотрели. Игры сегодня девчата вспоминают не случайно. В торговом центре «Я» им удалось повстречать спортивных звезд и даже сфотографироваться с ними. Правда, общение получилось не реальное, а виртуальное. Компания «Транстелеком» федеральный оператор связи привезла в Кемерово необычную инсталляцию. Интерактивная площадка оборудована специальным светодиодным экраном, на который в режиме реального времени выводится ваше видео. А на видео уже накладывается 3D изображение. Так любой желающий может сфотографироваться со своими любимыми спортивными звездами. Я, например, мечтала всю жизнь сфотографироваться с Николаем Валуевым. Один из ведущих интернет-провайдеров в России «Транстелеком» уже не в первый раз устраивает шоу «Поражающее воображение». Так, прошлогодняя акция в Новосибирске возвращала прохожих в мир динозавров и роботов. Но в Кемерово подобное шоу впервые. В этом году тема спорта навеяна предстоящей Олимпиадой в Сочи. Компания «ТДК» как прогрессивная компания дает сегодня возможность жителям города, всем немножко заглянуть в будущее, почувствовать его немножко на себе. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем вот такая дополненная реальность, она будет просто доступна в каждой квартире, в каждом доме, как сегодня 3D телевидение, 3D очки доступны. Сами организаторы признаются, покупатель уже давно не верит обычной рекламе. Чтобы его завлечь, нужно на деле показать, на что способна компания. Шоу «Виртуальная аллея звезд» в Кемерове пробудет все выходные. Всего же до конца осени спортсмены посетят 54 города России. Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова